Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Анатольевна, я учитель химии. Сегодня мы с вами продолжаем изучение химии. Темой урока сегодня будет определение питательных веществ в составе пищи. На уроке вы узнаете, как определять питательные вещества в составе продуктов питания и научитесь определять белки, жиры и углеводы. Прежде чем начать практическую работу, хочу обратить ваше внимание на то, что проводить любые химические опыты можно, строго соблюдая технику безопасности и в присутствии взрослых. Для определения каких-либо веществ в продуктах либо соединениях используют качественные реакции. С помощью качественных реакций проводят анализ различных смесей веществ или растворов. Качественной реакцией на определение белков называется биуретовая реакция. Для того, чтобы провести данный опыт, нам понадобится сырой яичный белок, раствор сульфата меди-двухвалентной купромоса-4, раствор гидроксида натрия натрия-ОН, штатив с пробирками, пипетка. Для правильного проведения опыта нужно следовать следующему алгоритму. В первую очередь разбавить яичный белок водой. Раствор белка налить в пробирку 2-3 мл. Добавить туда такое же количество гидроксида натрия-Натрия-ОН и 5-6 капель купромоса-4, то есть сульфата меди. Аккуратно встряхнуть пробирку и провести наблюдение. Пожалуйста, просмотрите виртуальную лабораторию и отметьте для себя изменения, произошедшие с веществами. Биуретовая реакция включает в себя обработку исследуемого образца раствором гидроксида калия или натрия, а затем раствором сульфата меди-два. Присутствие белка определяется фиолетово-синим цветом, который появляется в растворе. Качественной реакцией на определение жиров называется акролииновая реакция. Для проведения опыта с акролиновой реакцией нам понадобится любое растительное масло, спиртовая горелка, пробирка и ручной держатель. Для того, чтобы правильно провести опыт, нам необходимо придерживаться следующего алгоритма. В первую очередь налить 2-3 мл масла в пробирку. Закрепить пробирку в ручной держатель, соблюдая правила техники безопасности, закрепляя около горлышка пробирки. Аккуратно нагреть в пламени горелки. Также обязательно соблюдать правила техники безопасности, не направляя горлышко пробирку в лицо себе или рядом стоящему человеку. После нагревания обратите внимание на изменения, произошедшие с веществом. Пожалуйста, просмотрите внимательно онлайн-видеоролик. При сильном нагревании до высоких температур жиры выделяют белый дым с раздражающим неприятным запахом. При высоких температурах жиры разлагаются. Одним из продуктов такого разложения является акролиин – соединение, отвечающее за запах горелого жира. Выявление жиров путем их быстрого нагревания до высоких температур называется акролииновой пробой. Определение углеводов. Для определения углеводов мы используем реакцию с йодом. Для опыта нам понадобится спиртовый раствор йода, крахмал, глюкоза, фруктоза, сахароза и такие продукты питания, как картофель, рис, хлеб, фасоль и мука. Также нам необходимы химические стаканы, чашки, петри, стеклянные палочки, химическая ложка. Для правильного проведения опыта соблюдайте шаги алгоритма. Во-первых, необходимо приготовить водные растворы крахмала, глюкозы, фруктозы и сахарозы в разных стаканах. Для этого в химический стакан наливают 20-30 миллилитров воды и добавляют 1-2 грамма вещества. Размешивают для однородного состояния. Второе. В отдельные чашки петри поместите продукты питания, заявленные в лабораторной работе. Третье. Спиртовый раствор йода с помощью пипетки капаем в растворы крахмала, глюкозы, фруктозы и сахарозы и на продукты питания. Обратите внимание на изменение цвета веществ. Пожалуйста, просмотрите внимательно видеоролик и сделайте для себя пометки в изменении вещества. Водная суспензия крахмала становится фиолетовой в присутствии йода. Моно- и дисахариды, такие как глюкоза, фруктоза или сахароза, не меняют свой цвет в присутствии йода. Благодаря своей характерной реакции с йодом, крахмал можно выявить в смеси продуктов. Картофель, мука, фасоль, рис и хлеб приобретают фиолетовый цвет при взаимодействии с раствором йода. Все эти продукты содержат крахмал. Теперь давайте проверим, как вы внимательно смотрели практическую работу и поняли ли вы ее. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, как называются качественные реакции на определение белков, жиров и углеводов. После вы сможете увидеть правильный ответ. Качественные реакции на определение белков называется биуретовая реакция. Качественная реакция на определение жиров акролииновая. Качественная реакция на определение углеводов называется реакция с йодом. Я уверена, что вы все справились с данным заданием. Теперь, чтобы подвести итог, я бы хотела сказать, что вы все научились определять белки, жиры и углеводы в продуктах питания. Используйте свои навыки в жизни, питайтесь правильно и будьте здоровы. Используя просмотренное видео и другие цифровые ресурсы, пожалуйста, заполните лист наблюдения по практической работе. Большое спасибо за внимание. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok